Итоги дня в эфире телеканала Хабар, студия Алибек Абдилов. Добрый вечер. Первый президент Казахстана встретился с премьер-министром республики. Оскар Мамин доложил Нурсултану Назарбаеву о социально-экономическом развитии страны, о мерах, которые предпринимаются для повышения благосостояния народа, а также о планах по дальнейшему укреплению национальной экономики. Так, по словам Мамина, темпы роста строительной отрасли составили порядка 13%. Чуть больше 7,5% показатель роста в торговле свыше 5% в отрасли связи и транспорта, порядка 4,5% в обрабатывающем секторе и около 4% в горнодобывающем. Кроме того, на 8,5% выросли инвестиции в основной капитал. Товароборот Казахстана составил 97 миллиардов долларов США. Экономика нашей страны демонстрирует стабильное развитие. По показателям 2019 года рост ВВП составил 4,5%. Основные драйверы роста – это строительство, машиностроение и торговля. По всем этим сферам наблюдается очень хорошая динамика развития. Прошлый год был знаковым. Рост экономики – 4,5%. Неплохой показатель при таких условиях. Теперь нужно думать о 2020. Есть национальная программа «100 конкретных шагов». Нужно ее внимательно проанализировать. Мы должны четко понимать, какая отрасль должна быть в приоритете, куда лучше всего привлечь инвестиции. Возможно, необходима разработка отдельной программы. Нужно понять, что уже исполнено и что нужно сделать в рамках пяти институциональных реформ. Названа предварительная причина крушения самолета компании «Биг Эйр» под Алматы. Авиакатастрофа произошла из-за обследования воздушного судна, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он также опроверг версию, что крушение могло произойти из-за отказа авиационной техники. Однако все это пока предварительные итоги. Говорить об окончательной версии еще рано. Между тем, комиссия уже получила расшифровку у бортовых самописцев. Лаура Байбачанова знает, что говорили пилоты за несколько секунд до трагедии. Спустя две недели после авиакатастрофы под Алматы правительственная комиссия огласила предварительную причину крушения воздушного судна. С начала расследования эксперты выдвинули четыре основные версии. Первое – нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Второе – воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение. Третье – ошибка экипажа в технике пилотирования. Четвертое – отказ авиационной техники. Однако ни перегруз, ни сбой в работе двигателя, ни ошибка пилотов не стали причиной авиакатастрофы. Всему виной могла стать лишь частичная обработка противообледенительной жидкостью, считают эксперты. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью тип-1. Крылья самолета не обрабатывались. В период с 1 часа до 7 часов 27 декабря прошлого года в аэропорту города Алматы были обработаны противообледенительной жидкостью 5 воздушных судов, а 5 воздушных судов не обрабатывались. Также установлено, что 27 декабря прошлого года не производилась обработка противообледенительной жидкостью аналогичного типа воздушного судна компании «Бекейр», вылетевшего в 5 часов 30 минут утром по маршруту Алматы-Атераву. В этом году комиссия изучается информация и по данному полету. О том, что противообледенительной жидкостью был обработан лишь стабилизатор воздушного судна был в курсе и глава авиакомпании «Бекейр». В одном из интервью Нурлан Жумасултанов выдвигал свои версии крушения самолета. Метеорологических условий для обледнения не было. Это раз. Второе. Самолет перед вылетом обработался. Стабилизатор был обработан противообледенительной жидкостью, которая имеет определенный период времени ее действия. Она препятствует образованию обледнения вплоть до набора высоты. Аэропорт обрабатывает, обливает жидкостьями, потребованием командира. И уже в полете включаются штатные самолетные системы противообледнения. Я объясню, что горячим воздухом обогревается передняя кромка двигателей. И обогревается передняя кромка стабилизатора и крыльев. Которые препятствуют образованию льда. Третья причина, к которой мы все-таки больше склоняемся, что это вихрь. Почему мы склонны думать, что вихрь, а больше вихрь, чем обледенение. Потому что самолет начал раскачивать в разные стороны. Версию Жума Султанова о влиянии спутного следа на крушение самолета комиссия не подтвердила. Ветер во время взлета был устойчивый, а значит, никак не мог повлиять на полет. В период выполнения полета ветер на взлетно-посадочной полосе был устойчивый в направлении 130-140 градусов со скоростью 1-2 метра в секунду. В этих условиях, исходя из направления скорости ветра и временного интервала между взлетающими самолетами, а это было 110 секунд, спутный след при данных условиях расчетно сместился влево на расстояние не менее 50 метров от взлетно-посадочной полосы. Соответственно, он не мог оказать влияние на возникновение развития особой ситуации. Пока обледенение самолета – единственная, но не окончательная версия МАКа. Межгосударственный авиационный комитет выявил схожесть причин крушения авиалайнера «Фокер-100» казахстанской авиакомпании «Бекер» с катастрофами, произошедшими во Франции и Югославии. Между тем, в лаборатории МАК уже провели расшифровку бортовых самописцев. Восстановлена хронология с момента взлета до крушения самолета. Второй пилот через 10 секунд после отрыва предпринял попытку прекращения полета, уменьшив режим работы двигателей. Однако, через 4-5 секунд режим работы двигателей был опять увеличен до 93-95%. И взлет был продолжен. В 7 часов 20 минут 53 секунды начал развиваться правый крен воздушного судна, на что командир воздушного судна реагирует фразой «Что такое?» В 7 часов 20 минут 54 секунды второй пилот ответил «Не знаю, что такое, стабилизатор, тормози. Я опускаюсь здесь». Одновременно с этой фразой наиболее вероятно, что второй пилот перевозит рычаги управления двигателя на малый газ. В 7 часов 20 минут 57 секунд командир воздушного судна, реагируя на действия второго пилота, произносит фразу «Не нужно. Что ты делаешь?» При этом наиболее вероятно командир воздушного судна перемещает рычаги управления двигателем во взлетный режим, сопровождая эти действия фразой «Поехали», «Ушли», «Ушли». В 7 часов 21 минуту 4 секунды командир воздушного судна дает команду «Убирай шасси». Точная дата окончания расследования пока неизвестна, как показывает мировая практика. Обычно такое расследование занимает от нескольких месяцев до года. Что касается авиакомпании «Бекер», ее деятельность пока остановлена. Приостановлены и сертификаты летной годности девяти судов «Фокер-100». На своей страничке в Фейсбуке сегодня компания сообщила об отмене рейсов на 11 и 12 января. Опубликовано в соцсети и открытое обращение компании в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, в котором указано, что авиационная администрация Казахстана не предоставила объяснения о приостановлении действий сертификата. И сегодня же Роман Скляра гласил промежуточные итоги работы антикоррупционной службы. Следствием было установлено, что в период с 2015 по 2019 годы чиновники Толгарского акимата незаконно выдавали земельные участки как для ведения подсобного хозяйства, так и для строительства жилых домов. Лаура Байбаченова, Дана Нуржигит, Булатпекта Балдиев. Итоги дня. Ружан Саин готова помочь семьям детей, пострадавших в авиакатастрофе под Алматы. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке. Омбудсмен добавила, что по поручению президента Касымжу Марта Тукаева сейчас идет сбор информации по несовершеннолетним пострадавшим, и в том числе тех детей, чьи родители могут утерять трудоспособность или погибли в авиакатастрофе. Оружан Саин попросила потерпевших, которые считают необходимым обратиться к уполномоченному по правам ребенка, отправлять официальное обращение на адрес info.balahombudsman.kz или по номеру плюс семь семьсот двадцать семь двести шестьдесят семь шестьдесят семь двенадцать. Также на своей странице она оставила контакты страховой компании. CNN сообщила о попадании в украинский самолет в Иране двух ракет. Лайнер Боинг-737, принадлежащий украинским авиалиниям, мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса ТОР, сообщает телеканал со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США. По словам собеседника телеканала, у американских спецслужб есть информация о том, что перед тем, как самолет был сбит, он был захвачен системой наведения иранского радара. Напомню, ранее американская газета New York Times опубликовала кадры, где видно попадание иранской ракеты в украинский самолет. Видеоизданию предоставил активист из Ирана. Предположительно, после попадания ракеты произошел взрыв. У Канады также есть разведданные, доказывающие, что самолет был сбит иранской ракетой «Земля-воздух». Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая со специальным обращением в Оттаве. Отмечу, что иранские власти категорически опровергают сообщения о том, что причиной крушения лайнера была попадание в него ракет, заявляя, что Боинг-737 разбился из-за пожара в двигателе. У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». Канадский министр иностранных дел Франсуа Филипп Шампань говорил с главой МИД Ирана Зарифом. Шампань дал ясно понять, что канадские официальные лица должны быть немедленно допущены в Иран, чтобы иметь возможность предоставлять консульскую помощь, помогать в опознании жертв и участвовать в расследовании. Министр Зариф подтвердил, что продолжит этот диалог с Канадой, так как мы ищем ответы на вопросы. Продолжаем выпуск. В Корее вынесли приговор казахстанцу, сбившему на автомобиле 7-летнего мальчика. Два года и шесть месяцев. Родители ребенка не простили осужденного. По их словам, на лечение пострадавшего ребенка потрачено больше 60 миллионов вон. Это около 50 тысяч долларов. Кроме этого, отцу и матери мальчика пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном. Напомню, ДТП произошло 16 сентября. Гражданин нашей страны находился в Корее, незаконно не имел прав на вождение автомобиля, скрылся с места преступления и покинул страну. Как сообщил судья, в ноябре ребенка выписали из больницы. Его отец отказался встречаться с матерью подсудимого. Адвокат казахстанца Чой Хаксе считает приговор несправедливым. По его словам, было доказано, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Кроме того, осужденный после наезда остановился, убедился, что мальчику оказывают помощь и затем уехал. Чой Хаксе подчеркнул, что его подзащитный добровольно сдался правоохранительным органам Казахстана. «Решение суда основано на том, что мальчик сильно повредил голову. Мы намерены подать апелляцию, чтобы попытаться договориться с пострадавшей стороной. Может быть, если здоровье ребенка восстановится, родители поменяют свое решение. Сторона моего подзащитного пока не может предложить пострадавшему деньги за лечение, так как это очень большая сумма даже для граждан Кореи». А вот приговор алматинского суда оказался гораздо гуманнее корейского. Три года условно получила виновница смертельного происшествия в Алматы. Также ей на три года придется забыть о возможности садиться за руль. Такой приговор вынес Бостандыкский районный суд 27-летней жительницы Алматы, которая сбила пешехода у одного из торговых центров. За руль она села в нетрезвом виде, но суд, назначая наказание, учел признание вины девушки и ее раскаяния. Сыграли возраст, положительные характеристики и то, что преступление Алматинка совершила впервые. Кроме того, она возместила ущерб потерпевшим. Все это в комплексе повлияло на решение назначить наказание, не связанное с изоляцией, отметил служитель Фемиды. Отмечу, 30 декабря стало известно об усилении ответственности пьяных автомобилистов, виновных в ДТП. Их ждет пожизненное лишение водительских прав, а сроки тюремного заключения должны быть увеличены. Почему вдруг Алматинка получила такое мягкое наказание за смерть человека? Ответить на этот вопрос мы попросили известного казахстанского юриста Джохара Утибекова. Этот закон, конечно, не будет применяться только в отношении тех ДТП, которые имели место со дня введения его в действие, то есть с 11 января 2020 года. Уголовный закон, который ужесточает, ответственность, согласно Конституции, обратной силы не имеет. В организации мошеннической схемы обвиняют нескольких алматинцев, которые под видом кадрового агентства обещали трудоустроить казахстанцев в странах Европы. Подписывая документы соискателями, мнимые рекрутеры брали с граждан наличные. Средний взнос больше 3,5 тысяч долларов, после чего оформлялись туристические визы по направлениям в Данию, Норвегию, Чехию и другие страны Европы. Однако прибывших оставляли на произвол судьбы. Приехав обратно на родину, жертвы мошенников до сих пор не могут вернуть вложенные средства. Только в Алматы обманутыми оказались 60 человек. Когда я пришла в визовый центр, ее не было. У нее имелись свои представители, которые нам подготовили документы полностью фальшивые. То есть какое-то фальшивое место работы, фальшивый мой счет в банке. Также якобы мой маршрут, который я поеду в тур в Европе. Нас никто не забрал. Мы остались на улице, сидели, ждали. Никакого агентства по трудоустройству, которое должно было нас забрать, не забрало. В Алматинской области после трагедии в Каскелены усилены меры безопасности. Обход дворов проводится ежедневно. Жителям объясняют правила эксплуатации печей. Причем не только в домах с печным отоплением, но и там, где проведен природный газ. Подробности в материале Адельхана Сахарей. В доме жительницы Талдыкургана Айжан Буршахпеевой установили вот такой датчик, который в случае утечки угарного газа будет подавать звуковой сигнал. Семья у пенсионерки большая – 9 человек. Топим печку в 5 утра, повторно топим вечером, на ночь не оставляем. Но после установки датчика бояться больше нечего, будем топить и ночью. Датчик позаботится о нашей безопасности. Такие сотрудники ДЧС рекомендуют устанавливать всем жителям частных домов с печным отоплением. Многодетным и малообеспеченным семьям датчики выдаются бесплатно. Их уже установили, в 20 тысячах домах получатели адресной социальной помощи. Следить за состоянием печей важно, говорят спасатели. За последние два года в регионе зарегистрировано около 50 случаев отравления угарным газом. Четыре человека погибли. Печь должна быть в исправном состоянии, трубы должны будут прочищаться перед отопительным периодом, после отопительного периода и в период отопительного периода несколько раз. А также на отопительных печах не должно быть трещины. Все трещины должны быть замазаны, побелены. Обходят частные дома сотрудники ДЧС ежедневно. Они разъясняют правила безопасности при эксплуатации печей и раздают брошюры. Причем не только в домах с печным отоплением, но и там, где используют природный газ. В обходе участвуют и представители газораспределительных компаний и подрядчики. Людей инструктируем постоянно при приемке, при подключении. Наши ребята приезжают, рассказывают, как правильно подавать газ. Потому что газ – это не шутки. Если в минувшем году произошло семь случаев вспышки газовоздушной смеси, то с начала этого года уже два. Один из них трагический, как известно, случился в Каскелине. Адильхан Сахарил, Жазбай Бусынов. Итоги дня. Алматинская область. В Караганде обварились кипятком рабочие, которые устраняли аварию на теплопроводе. С глубокими ожогами трое мужчин доставлены в больницу. Из-за подземного порыва один микрорайон города остался затопленным, а больше 800 многоэтажек теперь не имеют полноценного отопления. По словам коммунальщиков, дома переключают на резервную магистраль и сегодня обещают восстановить температурный режим в квартирах. Отмечу, что в последний раз трубопровод капитально ремонтировался 25 лет назад. Один пациент попал в отделение реанимации, проводится противошоковое мероприятие и двое в блоке интенсивной терапии. Состояние пока стабильно тяжелое. За плохую очистку дорог в Костанайской области сотрудники компании «Казах Автодор» заплатят штраф. Почти 85 тысяч тенге на двоих должны выплатить тракторист и его непосредственный руководитель. К ответственности их привлекли полицейские. На одном километре трассы республиканского значения Алматы и Екатеринбург обнаружен снежный накат, колеи и переметы. Теперь за несвоевременную очистку рабочий должен 5302 тенге, а должностное лицо подрядной организации почти 80 тысяч тенге. Согласно Кодесу Республики Основного обеспечения правонарушений по ст. 631, часть 1, на физическое лицо влекут административный штраф в виде размера двухмесячных расчетных показателей. Как у нас считается, то Казахстадор – это крупное предпринимательство, там влечет штраф 30 месячных расчетных показателей на должностное лицо. Жителями Восточно-Казахстанской области сегодня встретился председатель Мажлиса Нурлан Нигматулли. Спикер палаты свою поездку по региону начал с посещения малой родины Абая Кунамбаева. В плотном графике визита и разговоры о важном с медиками и общественностью Мажлисмен обсудил проект Кодекса о здоровье. Какие предложения были озвучены на встрече в материале Ирины Камышовой. Заповедник музей Абая – сокровищница уникального наследия великого мыслителя. Символично, что спикер Мажлиса Нурлан Нигматуллин свою рабочую поездку по востоку страны начал именно отсюда. В этом году казахскому просветителю, имя которого известно всему миру 175 лет, предстоящие перемены, о которых говорит глава государства, и в музее, и в семье сохранят историко-культурное наследие страны. Чистые коридоры, светлые палаты, новое оборудование – главная лечебница семей. Летом здесь заработал гибридный оперблок – единственный в стране. Уникальность в том, что теперь можно совмещать эндоскопические и открытые хирургические вмешательства. Операцию могут провести несколько хирургов. То есть, кто-то будет заниматься на голове, кто-то на грудной клетке, кто-то в брюшной полости. На встречу медучреждений больше об актуальном. С прошлого года идет обсуждение проекта Кодекса о здоровье. Его разрабатывали полтора года. 282 статьи, больше тысячи норм. О самых важных из них сегодня говорил Нурлан Нигматуллин. Здесь не только медики, но и руководители школ, детских садов, психологи, представители НПО. Дело касается каждого казахстанца от мала до велика. А потому и обсуждение самых разных вопросов – прививки, скрининговые исследования, трансплантология. Такие визиты очень важны, потому что мы здесь обсуждаем вопросы, которые действительно на каком-то этапе имеют разное мнение. И очень важно подойти к общему мнению. Мы можем нести свои предложения, нас могут выслушать. Мы можем донести до всех, действительно, как это должно быть. В графике визита спикера Мажелиса и Усть-Каменогорск в местном центре занятости всегда многолюдно. Оно и понятно – в самом разгаре прием документов на получение АСП. О новом формате господдержки многодетные мамочки смогли поговорить лично с Нурланом Нигматулиным. Вообще замечательная помощь. Евгения Черкашина – мама 12 детей. Самому младшему чуть больше года женщина в декрете. Зарплаты мужа на всех не хватает. В центре занятости ей помогли оформить документы на получение соцпомощи. Люди, которые не хотят работать, для них будет проблемно получить эту помощь. И это правильно. Она предназначена именно как помощь, а не как содержание для многодетных мам, именно для малообеспеченных людей, именно для такой категории граждан. Это будет значительно лучше. О Восточно-Казахстанском государственном техническом университете депутатов Мажелиса ждали студенты и преподаватели. Обсудить с Нурланом Нигматулиным было что. Для молодежи региона прошедший год стал продуктивным. Многие студенты в зале уже с февраля ощутят надбавку к стипендии. Наступивший год волонтера тоже обещает быть интересным. Год волонтера – это большая возможность именно для волонтерства, потому что ему вообще уделяется внимание. Это значит, что студенты, которые раньше просто занимались волонтерством, у них теперь есть какой-то статус, есть почет. Это действительно благое дело, которое идет на развитие Казахстана в целом. Добровольцев Усть-Каменогорских хватает. На встречи со спикером сегодня они говорили, что делают и делились планами на будущее. А проектов будет достаточно. И вот несколько инициатив, которые озвучил президент, открывая год волонтера. Например, проект «Сабактастык». Добровольцы смогут взять шество над детьми из детских домов. Через направление «Саулык» оказывать помощь в уходе за больными. Участники проекта «БЛЭМ» смогут помогать сельским старшеклассникам подготовиться к ЕНТ. И подобных программ много. Тут, как говорится, каждому своем. Встречи Восточно-Казахстанской области показали, что жители региона настроены на активное участие в реализации стратегических программ руководства страны. Здесь мы обсудили вопросы социальной поддержки населения, в том числе касающиеся педагогов, многодетных семей, волонтерского движения. Отдельное внимание уделили проектам кодекса о здоровье, экологического кодекса, который сейчас находится в работе «Мажилиса». Все проблемные вопросы будут обязательно взяты на депутатский контроль, а высказанные предложения и пожелания учтены в нашей дальнейшей законодательной работе. Восток страны – вообще мощный промышленный гигант Казахстана. Жизнь здесь протекает так же активно, как работают станки на крупных предприятиях. В регион вкладываются инвестиции, здесь строится жилье, развивается инфраструктура. Задача парламентариев, которые сейчас встречаются с населением – рассказать, как законодательно это самое развитие обеспечивается. Депутаты консультируют, оценивают положение дел в регионе, выслушивают проблемные вопросы, чтобы заняться их решением уже в столице. Ирина Камышова, Жумарт Елеев и Аскар Абельдаев из Восточно-Казахстанской области. Педагоги и студенты Евразийского национального университета имени Гумилева примут участие в литературном челлендже. Больше 20 тысяч человек прочитают наизусть отрывок из романа эпопеи «Путь Абая». В столице обсудили статью президента Касымжо Марта Тукаева, опубликованную в рамках празднования 175-летия Абая Кунамбаева. В Евразийском национальном университете прошла научная конференция. Своё мнение сегодня высказали учёные и общественные деятели нашей страны. Политолог Мухитар Дагерс Сдакназаров уверен, что слова назидания великого мыслителя как нельзя точно отражают проблемы современного общества. Если мы посмотрим на жизнь Абая, то фактически выражаясь современным языком, он был региональным топ-менеджером, топ-руководителем, причём династийным. Это менеджер вопросов власти, культуры, образования того времени. Его каждое слово как пост социальных медиа. Все современные проблемы современного Казахстана, они не эксклюзивны, они были и тогда. Поэтому Абай и мега современен. Я очень рад, что вот этот вот Новый год, наступивший, начинается именно с торжества, идеи Абая. Это философия, казахская философия. Это культура казаха. Это литература казаха. Абай обо всем этом говорил ещё в прошлом веке. Без идеи, без патриотизма, государственного масштаба, национального масштаба строить новое общество невозможно. Новый Казахстан может построить только новое общество. Современный мир требует от молодого поколения перемен, отметил в своей статье глава государства. И особенно в духовном сознании. Он считает, у руля должны быть социально ответственные граждане, креативные, уверенные в себе, справедливые и добрые. Об этом в своём учении о совершенном человеке ещё в 19 веке писал Абай. Он предложил пути, как стать такой личностью. Философия по-прежнему актуальна и должна постепенно распространяться, говорит доктор филологических наук Микем Тасмарзахметов. Творчество Абая он изучает уже 20 лет. Абая ещё не до конца исследовали. Он загадочный человек, как он сам говорил в одном из своих произведений. И это действительно так. Разве мы смогли его разгадать? Нет. И одна из самых больших загадок, по-моему, это учение о совершенном человеке. Я считаю, мы можем стать такими людьми. Нужно только самосовершенствоваться и следовать той дорогой духовного очищения, которую проложил для нас Абай. Это, конечно, непросто, но возможно. Тем более, у нас есть на что опираться. К примеру, в Европе и на Востоке такого учения нет. Мы должны эту модель использовать в воспитании молодого поколения, больше внимания уделять. Абай – опора нации. В его произведениях отражены традиции народного творчества и осмысления проблем общества. Поэтому я думаю, что анализировать и решать свои проблемы казахстанцы должны посредством творчества Абая Кунанбаева. Нужно уделить большое внимание пропаганде его трудов. Город семей получит особый статус, заявил Касымжом Артокаев в своей статье в честь 175-летия Абая. По мнению президента, родина великого казахского мыслителя должна привлекать туристов и паломников. Семей, занимающей особое место в духовном развитии страны, должен быть обозначен как исторический центр, поскольку край, где родились великие Абай, Шакарим и Мухтара Уэзов, достоин особого почета, подчеркнул глава государства. Так, по его поручению в поселке Жидебай, где похоронен Абай, построят большой музей, наследие Абая и гостиничный комплекс. Кроме того, президент дал задание активизировать научно-просветительскую деятельность в государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике музея Абая Жидебай-Бюрля. Абай Кунамбаев – фигура, занимающая особое место в тюркской культуре. Великий просветитель оставил богатое наследие следующим поколениям. Такого мнения придерживаются ученые-абаеведы и общественные деятели Турции, которые ознакомились со статьей Касамжомар Сатукаева. Они уверены – наследие Абая нужно переводить и на другие языки. Наследие великого Абая Кунамбаева имеет важное значение для всего тюркского народа. На турецкий язык переведены и опубликованы сборник литературных произведений великого просветителя и знаменитые слова назидания. Однако этот список может и должен пополняться. Распространять наследие в высших учебных заведениях Турции – вот одна из главных задач сегодня, считают ученые. Абай – настоящее сокровище казахской культуры, всей тюркской культуры. Мы полностью поддерживаем идею президента Казахстана о том, что Абая нужно представлять как национальный бренд Казахстана. Страну знают по ее героям, великим личностям. Абай – фигура, олицетворяющая народ и культуру Казахстана. Один из самых важных аспектов в творчестве Абая – тонкая философия и мировоззрение, его особый взгляд на жизнь. Читая его произведения, можно познакомиться с особым восприятием мира, найти ответы на многие вопросы. Я считаю, что студенты наших университетов должны знать и изучать произведения Абая. Труды великого просветителя должны быть включены в программу лекций в области тюркологии, литературы и философии. И одним из таких мест, где изучается наследие казахского мыслителя, считается школа Абая в Стамбуле. Это особое место для наших соотечественников Турции. Учебное заведение было открыто Ельбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2003 году. Сегодня здесь обучается больше 500 учеников. 16 лет назад школа имени Абая Кунанбаева открыла свои двери для всех желающих. Большинство жителей района Зейтамбурон в Стамбуле – это представители казахской диаспоры, поэтому 40% наших учеников – казахи. Они читают и пересказывают произведения Абая и других казахских писателей и поэтов. Мы проводим множество важных мероприятий, чтобы связь между народами и поколениями не прерывалась. Еще одним символом почета и уважения великому Абаю является памятник казахского мыслителя в Турции. В этом году каменному изваянию, установленному у школы Абая в Стамбуле, 16 лет. В ближайшее время посольство Казахстана в Турции планирует провести его реставрацию. Аселия Абдыкалыкова, Мируерт Канагат, Гокальпиямен, Турция. В Карагандинской области в три раза увеличилось потребление дорогостоящих диагностических исследований. В полтора раза увеличился объем реабилитационных услуг, необходимых после инсультов и сложных операций. Мониторинговая группа из Минздрава встретилась с медиками региона, чтобы подвести итоги реализации пилотного проекта по внедрению обязательной системы медстрахования. Напомню, она действует в области с 1 сентября. По данным управления здравоохранения, раньше за месяц КТ и МРТ исследования проходили чуть больше тысячи человек. Теперь эта цифра увеличилась почти до 4 тысяч. Однако жители региона продолжают жаловаться на большие очереди в больницах. Чтобы их сократить, по программе государственно-частного партнерства открыли 5 новых поликлиник. Отмечу, что в этом году на обязательное медстрахование в регионе выделено 30 миллиардов тенге. Непосредственно внедрение системы медстрахования позволяет увеличить финансирование, что дает возможность на разрукопринять участки, дополнительно открыть участки. Мы стремимся к тому, чтобы на участке было не больше 1500 прикрепленного населения. И тем самым очередность снижается, тем самым повышается доступность медицинской помощи для населения. Тех, кто оскорбляет педагогов, будут привлекать к административной ответственности. Штрафовать будут также и тех, кто заставляет учителей заниматься несвойственной им деятельностью. В частности, привлекать к общественным работам, либо принуждать заниматься поборами в школах и подписываться на газеты и журналы. Об этом рассказали депутаты парламента в ходе встречи с работниками сферы образования в Талдыкургане. О новом законе о статусе педагога также предусмотрено поэтапное повышение зарплаты учителей. В течение четырех лет предусмотрены надбавки за наставничество, за подготовку победителей Олимпиад. Кроме того, педагогам увеличат отпуск с 42 до 56 дней. Помимо прочего, учителям предоставят определенные льготы. Например, при зачислении в детские сады в первую очередь будут принимать малыши и учителей. А в сельской местности при распределении земельных участков первоочередность будет также заработниками сферы образования. Все эти меры принимаются для того, чтобы поднять статус педагогов, поднять их авторитет в глазах общества, а также решить социальные вопросы учителей. Педагог должен давать нашим детям качественное образование, не отвлекаясь ни на какие бытовые проблемы и посторонние дела. Вот главная задача нового закона. Художница в маршрутке. Студентка столичного вуза вдохновляется долгими поездками по городу и создает уникальные портреты в общественном транспорте. Наблюдала за новым направлением в современном искусстве Меруэр Шукуева. Столпотворение, спешка и угрюмые лица – все это мы видим в столичных автобусах. Поднимает настроение жителям города и добавляет красок в морозные серые будни студентка университета искусств Аруайта Смагомбетова. 19-летняя девушка рисует пассажиров в движении. Героев своих портретов она выбирает не случайно. Ежедневно вместе с ней они едут кто на учебу, кто на работу, а кто по своим делам. Я с детства мечтала стать художником. И вот с 8 класса я начала рисовать спортсменов. Ходила в спорткомплексы и рисовала их, как они тренируются. Мне нравилась их динамика, как они двигаются. И я пыталась ловить секунды. Главная задача художницы – в суете столичных будней и толпе озабоченных лиц – уловить изюминку персонажа. И максимум за 15 минут отразить задумку в своей экспресс-картине. Вот такой набросок сделала столичная студентка буквально за 10 минут в движущемся автобусе. Как по мне, так очень похоже. Решила оставить себе на память. Вот только внимание попутчиков юной художницы занято терабайтами в сети. Буквально все пассажиры не отрываются от мобильных телефонов, отчего и не замечают той красоты, которую видит она, говорит девушка. А ведь каждый человек воплощает в себе совершенно разные и интересные качества и бурю ярких эмоций. 90% картины – все персонажи мои в телефоне сидят. Тут люди перестали общаться с друг с другом. Хочу людям донести, что надо общаться больше, надо обращать внимание на друг друга. Лица столицы на холстах Аруайта с Магомбетовой уже полюбились горожанам. Люди даже стали задумываться о развитии творческих способностей. Нужно детей, наверное, на пушке отдавать, занимать их чем-то, потому что, ну, блин, это круто, это всегда классно, когда дети развиваются, значит, что это самое главное. Больше читать книги, а то, что рисуют, ну, не знаю. Я считаю, это нормально. Большую частью развивать себя где-то в аспектах языков больше, чтобы могли показать наш Казахстан на уровне в других странах. Коллекция Аруай – сотни набросков. И каждое утро в первые минуты трудового дня появляется новый. В мечтах у художницы прославиться на весь мир в своем направлении искусства и на постоянной основе организовывать персональные выставки. Меруер Тшукуева, Айан Сашсинбаев. Итоги дня. Лучший отель Индии. Роскошный Тадж-Махал-Палас. Каждому гостю здесь относятся как к Богу. Первоклассное обслуживание, сотни камер наблюдений и гости со всего мира. Гарантию безопасности можно увидеть даже в глазах персонала. Казалось бы, вы в полной защищенности, но судьба решила иначе. Мумбаи подвергается многочисленным террористическим атакам. Беда не обходит стороной и люкс-отель. Террористы врываются в здание и хладнокровно расстреливают всех на своем пути. Два часа резни и кошмара, который держит зрителя в колоссальном напряжении. Шеф-повар Хеманта Бирой, молодой индиец Аржун. Американская семья с ребенком, гости из России, абсолютно разные по духу, но с одинаково огромным желанием выжить. Фильм «Отель Мумбаи. Противостояние» никого не оставит равнодушным. А убедиться в этом вы сможете уже завтра. Одну из лучших, основанных на реальных событиях кинокартин, смотрите 11 января в 22.00 на телеканале Хабар. А прямо сейчас очередная серия фильма «Листопад». У меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»